По статистике творческой студии YouTube, на меня подписаны только 4,5% людей. Пожалуйста, исправьте это, нажав на кнопку подписаться. Спасибо. Всем привет. Давненько меня не было, да? В общем, я подготовил вам новую сборку за 300 тысяч рублей. Надеюсь, она вам понравится. Погнали. Первое, с чего мы начнем это процессор. Им будет Amuda Ryzen 9 3950X. 16 ядер, 32 потока, частота 3500 в стоке и 4700 в турбобусте. Цена 67 299 рублей. Материнскую плату мы поставим MSI XPG X570 Gaming+. 4 слота памяти. Чипсет X570 и вентиляторное охлаждение цепей и питания. Цена 12999 рублей. Видеокартой будет тот самый RTX 3090 в исполнении Inno 3D. Поддержка трассировки лучей, 24 гигабайт видеопамяти G6X, охлад из 4 вентиляторов, бэкплейт, и 8 нанометров техпроцесс. Цена 156 999 рублей. Оперативную память воткнем 32 гигабайта в экземплярах нефер зафея, с частотами в 3600 мегагерц, и таймингами 19. Цена составляет 5999 рублей за штуку. Накопителем будет твердотельный Samsung 870QV на 1 терабайт. Возьмем две штуки по 8599 рублей. Охлаждать процессор будет башенный ID Cooling SE-207. 7 тепловых трубок, теплоотвод в 250 Вт, и два вентилятора размером в 120 мм. Цена 3699 рублей. Блок питания Seasonic Prime PX 850. По 12 вольтовой линии отдает 840 Вт, имеет модульные провода, и абсолютно все защиты для компьютера. Цена 24199 рублей. И последний корпус. Z3R M1. Четыре вентилятора размером 120 и 140 мм, что доказывает хорошую продуваемость. Цена 4999 рублей. Что касается тестов, то я оставлю ссылку с канала Benchmarks for Games. Вот это все. Мы собрали компьютер за 300 тысяч рублей, который без проблем потянет все игры на 7-9 лет без особых нареканий. Если вам она понравилась, то ставьте лайки и пишите еще идеи. А с вами был Стикботман.